Густые леса и полноводные реки А это главное богатство земли нашей Ее люди Начальник конфетного участка фабрики Красный Мазырянин в Наравлянском районе Татьяна Яхвак Настоящий профессионал своего дела Человек творческий и ответственный Мы находимся в конфетном участке Фабрики О.Красный Мазырянин Наш конфетный участок выпускает Такую продукцию как зефиры Глазированные-неглазированные Помадные конфеты И мармелад желеноформовой Вот мы находимся рядом с линией По производству мармелада желеноформового Мы прошли варочный отдел Где у нас отправятся сиропы На данный момент мы видим Наверху у нас стоит Изготовитель мармеладно-постилочных изделий Который дозирует Желейную массу ароматизаторы Красящие вещества Ну и лимонную кислоту Для желирования массы Затем масса попадает в приемные бункера Где уже стоит, отслеживает оператор Отслеживает дозацию каждой формочки Потому что здесь у нас бывает И как крупный мармелад И чуть помельче Производительность этой линии От двух тонн мармелада в сутки От восьми до двадцати четырех часов Он выстаивается После чего начинается расфасовка К слову, продукция красного мазырянина Изготавливается из натурального сырья Что особенно ценится потребителям Здесь у нас ручериковый заверточный автомат На котором заворачиваем глазированные конфеты Которые мы реализуем не только по Белоруссии Но и на экспорт На экспорт мы отправляем На Россию, на Америку, в Азербайджан, на Украину Ближнее и дальнее зарубежье Татьяна Яхвак на фабрике Красный Мазырянин Работает уже почти четверть века Здесь она встретила и своего мужа Сегодня пара воспитывает троих детей Состоялась Татьяна Яхвак и в профессиональной сфере Начинала резчиком кондитерских масс Затем трудилась мастером смены конфетного участка А позже возглавила его Сегодня в ее обязанности входит организация рабочего процесса В первую очередь это касается обеспечения производства необходимым сырьем Также нужно отслеживать качество выпускаемой продукции Мы как бы не кабинетные работники Бывает, что сидим в кабинете, когда занимаемся какой-то документацией Пишем какие-то отчеты или какие-то документы Оно в основном находится на производстве Потому что нужно смотреть, контролировать Весь процесс нужно контролировать Нужно быть рядом с рабочими, рядом с людьми Красный Мазырянин уже давно завоевал авторитет у потребителей Потому и спрос с предприятия всегда вдвойне высокий И чтобы соответствовать заданным стандартам Безусловно, необходимо четко соблюдать все технологии А это прежде всего зависит от людей Пытаемся вложить нашу душу в эту продукцию Потому что вроде как от сладкого, мне кажется, человек становится более добрее Понимаете? Ну не знаю, поднимается настроение, желание жить, что-то творить, что-то делать Ну вот у нас продукция жена, понимаете, она очень полезна У нее есть, тем более, у каждой продукции есть свои полезные качества Некоторые у нас, допустим, мармелады, зефиры Продукция, где содержится пектин, который выводит радионуклиды с отгромиза человека Поэтому она не только вкусная, но еще и полезная продукция Чтобы успешно работать в сфере производства сладкой продукции Необходимо обладать талантом, воображением и чувством вкуса Отмечают на предприятии «Красный Мазырянин» А еще необходима внимательность, дотошность и умение доводить работу до конца Добавляет Татьяна Яхвак Очень приятно, когда есть спрос на нашу продукцию Хотела бы, конечно, чтобы реализовывалась продукция Чтобы покупали, чтобы ее любили, чтобы ценили нашу продукцию Татьяна Яхвак пользуется заслуженным авторитетом в коллективе Ее ценят не только как профессионального и добросовестного работника Но и как доброго, жизнерадостного человека Татьяна всегда старается быть только в хорошем настроении И своим позитивом заряжать окружающих А еще она стремится реализовать себя в творчестве В свободное время наша героиня поет, танцует И даже участвует в конкурсах художественной самодеятельности К слову, она уже неоднократно выступала от предприятия На фестивалях концерна «Белгоспищепром» Творчеством, можно сказать, я занимаюсь с детства Еще со школьной скамьи Я в школе принимала участие в разных мероприятиях Затем как бы это отложилось И постепенно, постепенно, как бы я себя понемножко реализовываю Ну, реализовываю, можно сказать На предприятии я один совсем, ну, один человек А уже за пределами предприятия уже совсем другой человек Находит Татьяна Яхвак время и для еще одного творческого увлечения Когда приходит вдохновение, она пишет стихи Преимущественно о своей малой родине Мой любимый край, мое полествие Мой милый родный сердце код Я не одна И батька с дедом Так само народились тут Згнищали край, пожары, войны Чернобыль всех хотел згнаить Али он выжил И он достойно смог доказать Тут можно жить Тут тушки, что под небес Так звонко жалобно пяють И будь лжаванком полествие Завсюду гнезда свои вьют Наш край один из тих на планете Яки николи не забыть Я тут живу И мои дети Так само тут все будут жить Татьяна Яхвак – пример профессионализма, целеустремленности, самоотдачи Наряду с яркой индивидуальностью и активной жизненной позицией Это главная составляющая успеха в любой сфере Желание помогать людям, самоотверженность и безграничная любовь к своей профессии Таким должен быть настоящий врач И именно так можно охарактеризовать Наталью Корничук Еще не так давно переступившая порог своего первого места работы Сегодня она успешный специалист, пользующийся авторитетом среди коллег и пациентов Связать свою жизнь с медициной наша героиня решила еще в детстве Мама у меня тоже медик Все ходят к родителям на работу И мы с детства это видели, работу, медицину И приходили домой тоже, играли во врачей И потом уже поступила я в мединститут А уже именно, ну туда тоже я поступала И хотела именно быть УЗИ-врачом Потому что лежала в детской областной больнице И там по тем временам делали только УЗИ сердца в областной И мне сделали УЗИ сердца И доктор это так красиво рассказал, описал Что я приехала и сказала маме, я буду делать УЗИ сердца Несмотря на совсем юный возраст Наталье Корничук тогда было всего 9 лет Свое решение стать врачом в дальнейшем она не изменила Детская мечта исполнилась чуть более 10 лет назад Наталья поступила в Гомельский медицинский университет Учеба давалась легко, а по-другому и быть не может Когда понимаешь, что находишься на своем месте И упорно движешься к своей цели После окончания университета практический опыт Нарабатывался в областном тубдиспансере А затем в Калинковичской больнице Наталья трудилась врачом лабораторной диагностики Работа хоть и была интересной, но по словам нашей героини Хотелось быть поближе к людям И потому, когда освободилось место заведующего кабинетом Ультразвуковой диагностики в родных Житковичах Сомнений не возникло Нужно возвращаться Я хотела быть УЗИ врачом Делать УЗИ и больше связано с людьми Потому что в лаборатории не так связано с людьми Там просто анализы делаешь с пробирками А здесь уже больше контакт с людьми идет Поэтому моя мечта была работать врачом УЗИ И я прошла переподготовку в Белмапо в Минске И получила второй диплом И работаю врачом УЗИ Рабочие будни Натальи Корничук напряженной У единственного специалиста ЦРБ Профессионально занимающегося ультразвуковой диагностикой День без преувеличения расписан по минутам На прием может прийти не один десяток пациентов Как взрослых, так и детей И кто бы ни обратился за помощью Самое главное, к каждому относиться одинаково внимательно и тепло Добросовестный должен быть врач Чуткий, отзывчивый Стараться что-то постигать новое всегда Это тоже в наше время очень важно Вот взаимоотношения с пациентами Важно выстраивать вообще врачу в процессе его деятельности? Это самое основное общение с врачом Потому что даже словом ты можешь больше помочь Чем иногда Если ты поговоришь с человеком, ему становится легче Вначале мне приходилось сталкиваться с такими ситуациями Что очень тяжело было сообщить человеку Какой-то плохой прогноз И мне было тяжело Со временем я через это прошла И всегда нужно слышать пациента Именно слышать И стараться читать Литературу Сейчас и в интернете очень много И видеороликов И каких-то лекций Это самое основное Всегда учиться Тогда будешь хорошим врачом Самообучение – это одно из главных правил для любой профессии Однако и это не гарантирует отсутствия ошибок в будущем Но чтобы сделать все для их минимизации Отмечает Наталья Корнячук Незазорно спросить совета и у своих более опытных коллег Правда, из-за того, что в Житковичской ЦРБ Она единственный врач УЗИ Консультироваться приходится с областными специалистами Отсутствие за плечом напарника По словам нашей героини Единственный минус работы в небольшом райцентре В остальном же Здесь есть все для профессионального развития И карьерного роста Дома и стены помогают Хороший город, маленький Все устраивает в принципе Работа устраивает Хорошим врачом, я считаю, можно быть и в маленьком районном городе Не обязательно быть в Гомеле или в Минске Если ты хочешь чего-то достичь Ты достигнешь и в районном центре И в конце концов хорошие врачи везде нужны В современном потоке жизни В погоне за модными тенденциями Очень важно не забывать о своих корнях О богатом культурном наследии наших предков Героини нашей программы Ольги Карпенко Любовь к национальным традициям привили с детства Мама Ольги, Татьяна Цуканова Возглавляет народно-вокальный ансамбль «Карагот» К творчеству приобщила и дочь С шести лет я следом за ней ходила на работу Я училась играть на баяне Повторяла все за ней На сегодняшний день Ольга Карпенко Временно покинула ансамбль Причина уважительная Она находится уже во втором декретном отпуске Однако уход за двумя маленькими детьми Нисколько не отвлекает от главного хобби Рукоделие Вот уже 10 лет Ольга занимается вышивкой икон В интерьере ее дома можно увидеть Многообразие вышитых произведений Выбирая сюжет И рукодельница часто обращается К образу Богородицы Есть именные иконы К примеру, равнопостольные княгини Ольги И мученицы Татьяны Это моя из любимейших работ Это святая, равнопостольная княгиня Ольга Это моя именная икона Вышивала ее, будучи во втором декрете Ну, приблизительно месяца 3-4 На эту работу шла очень кропотливо Я очень долго ее искала Подбирала тона Одна все-таки из любимейших, конечно Хотя любимые все Потому что это мое, это мое творчество И на каждой я делаю акцент по оттенкам И по взглядам Вот обратите внимание именно на взгляд ее Потому что лицо и руки, части тела Это все вышито так же крестиком Ничего не остается нарисованного И взгляд должен вас сопровождать В какую бы вы сторону не повели картину Тогда эта картина считается правильно изображена Вышивки Ольга обучалась не по книгам И не с помощью интернета А самостоятельно, методом проб и ошибок А почему решила вышивать иконы На этот вопрос наша героиня точного ответа Не знает до сих пор Говорит, это был некий душевный порыв И сегодня, спустя уже 10 лет Желание создавать вот такие шедевры Не пропало Вышивка уже стала частью жизни Несмотря на семейные хлопоты Ольга всегда находит время на любимое увлечение Которое помогает отвлечься Успокоить нервы Ощутить внутреннюю гармонию И отдохнуть душой Сейчас такое время Все в суете, в суматохе Работа, семья И хочется, конечно, выделить Время для себя Собраться с мыслями И это у меня хорошо получается Когда я сижу Детки отдельно играют Я рядышком за ними присматриваю И занимаюсь любимым делом Конечно, успокаивает Ну и думается лучше Творчество Ольги Карпенко Уже успели оценить Не только ее родные и друзья Выставка работ была организована В родном поселке Большевик А чуть позже более масштабная экспозиция Развернулась в стенах Университета имени Франциска Скорины Выпускницей которого является Ольга Сегодня в ее коллекции Чуть более 20 работ На создание каждой Уходит минимум два месяца Тут все зависит от наличия Свободного времени И, конечно же, вдохновения Если вдохновение есть Работа делается в течение двух месяцев Если его нет Рутина, работа, дети Ну иногда даже это и забывалось На полгода забывалось На год даже забывалось Но потом я все-таки к этому возвращалась И опять начинала это все снова и снова К созданию вышитых священных ликов Ольга Карпенко относится С особым чувством ответственности И всегда подходит к этому занятию С открытой душой Мастер не сомневается Полотна пишутся только тогда Когда находишься в гармонии С самим собой А сюжет тебе подсказывает сердце Василия Чайку можно смело назвать местной знаменитостью Его знает практически каждый житель Наравлянского района Вот уже несколько десятилетий он занимается сохранением памяти о своем родном крае На базе местных школ Василий Васильевич создал пять музеев Об истории Наравлянщины, народных промыслах и ремеслах А также уникальные экспозиции, посвященные детству, сельпо и почте Мы находимся возле школы номер два Где создано два музея Музей детства и музей истории Наравлянского района Эти музеи своеобразны Если музей истории Наравлянского района Это как бы как необходимость Надо учить детей истории То музей детства уникальный музей в республике Я думаю, потому что это музей, который рассказывает о жизни детей Ну что ж, давайте посмотрим тогда на экспонаты Давайте В этом зале с помощью уникальных предметов Можно проследить историю Наравлянского района Начиная с каменного века Когда Василий Чайко начал заниматься изучением своего края То понял, что из прошлого выпали целые столетия О многих периодах развития района информации практически не было Необходимо было все восстановить Пришлось встретиться со многими старожилами Обследовать сотни мест И когда по крупицам стала появляться информация Очень важно было все систематизировать Меня вот подтолкнул к этой мысли Собирать прошлое шкляров Когда-то на гомельском телевидении снимали передачу Я еще тогда учился в школе И меня тогда поразило, что как это такому человеку простому Удалось собрать такие просто уникальные вещи Мне это так поразило Я думаю, неужели у нас ничего нет Сейчас я понимаю, что оно есть везде Надо только научиться это видеть Экспонаты, к слову, собирают учащиеся вместе со своими преподавателями Для этого даже специально организовывают экспедиции по деревням Глядя на эти фотографии Можно узнать, сколько действовало здесь партизанских отрядов и соединений различных Все дело в том, что наш район, Наравлянский, до сих пор занимает третье место в республике полисистости И Наравлянский район это база для выброски различного рода разведгрупп И эти разведгруппы, у которых была цель вырасти до партизанского отряда или соединения Они разрастали за счет и местного населения Здесь землянка командира У нас такое обобщенное название Потому что здесь у нас это могла быть и землянка командира партизанского отряда И землянка или штаб 415-й дивизии, которая освобождала наш район Штаб размещался в деревне Тешков Штаб дивизии И в принципе отсюда началось освобождение города Мозыря Впоследствии этой дивизии стала называться Мозырской А в шутку ее называли Болотной Потому что эта дивизия с боями прошла все по лесу Особые чувства вызовет музей детства, расположившийся в соседнем помещении Здесь находится уникальная коллекция Более тысячи подлинных экспонатов, впитавших историю и дух ушедшей эпохи Детские игрушки, самодельное деревянное оружие, спортинвентарь, школьные парты, учебники, атрибуты октябрят и пионеров Я специально выбрал не музей образования, не музей школы, а музей детства У музея важна концепция, а детство это самое счастливое время в жизни любого человека И вот показать, как ребенок растет, начиная от момента рождения и дальше, выдержать вот эту концепцию очень важно в музее Это очень важно и очень непросто даже, и очень сложно, скажу Потому что, например, музей образования вроде как проще А вот музей детства это очень тяжело Потому что мы мало храним детских вещей Мы стараемся уйти побыстрее из детства Все оставляем как-то за жизнью Как-то стремимся к взрослой жизни Про детство вспоминаем, когда становимся взрослыми Василий Чайка отмечает, что идея родилась не случайно Прежние игрушки наших родителей, пусть и были не такие яркие, как нынешние Но позволяли воспитывать в детях положительные качества Краевед уверен, что предметы детства советского периода будут полезны и нынешнему подрастающему поколению Очень долго я искал вот эту игрушку Вот именно такую игрушку Послевоенное время, 50-е годы, 60-е Оно было таким, скажем, бедноватым Люди жили бедно И игрушек было Ну были они, но они были очень редкие А вот эта игрушка Чем она интересна? Она была практически во всех мальчиков Сделать ее примитивно Гвоздики, вот сколько здесь Раз, два, три, четыре гвоздика Трактор И вот она была во всех Но так происходит в жизни Что то, что, ну как бы не ценно, оно выбрасывается И игрушек, которые их купили в магазинах Их всегда хранят, их берегут А эти вот такие вот простые с деревяшек трактора Машинки и прочее, повыбрасывали И несколько лет мне пришлось искать этот трактор, чтобы его найти Музей постоянно пополняется новыми экспонатами Что-то находят в чуланах и приносят местные жители Что-то создатель этой уникальной экспозиции приобретает в интернете Василий Васильевич, ваш музей, конечно, поражает И попадая сюда, невольно вспоминаешь свое детство Тем более, что многие из экспонатов очень хорошо знакомы Но вот как современные дети Ведь для них сейчас атрибуты детства Это в первую очередь компьютеры Как вот они воспринимают этот музей? Я бы сказал, что то слово интересно Очень интересно Почему? Наверное, все-таки генетика хорошая наука Что вот поиграть с настоящей куколкой Подержать в руках пистолетик Попробовать прокатиться на самокатике Для них это тоже, оно как бы передается из поколения в поколение Вот эти интерактивные игрушки Примечательно, что ученики второй школы Где расположились сразу два музея Являются экскурсоводами для гостей учреждения Василий Чайка отмечает, что навыки, приобретенные во время такой работы Будут им очень полезны в будущем Мы живем в провинциальном городе Наровле Я хочу, чтобы мои дети избавились от этого комплекса Что они из провинциального городка Что они ничего не умеют Наши дети хорошие, самые лучшие И они должны это все уметь Они не должны теряться где-то в такой ситуации А музей это как нельзя лучше дает Потому что они здесь раскрепощаются Они учатся говорить Понимаете? Они сейчас обсуждают Дети не имеют навыков такой коммуникации А вот здесь музей экскурсовод И он учится этому Что можно сказать о Василии Васильевича Так это то, что он не просто учитель А он является другом для детей Он хороший, интересный собеседник С ним всегда весело и интересно Он всегда подскажет и поможет в трудную минуту Василий Чайка родился в деревне Тешков С детства он питал особую любовь к своему краю А потому, окончив Мозырский пединститут Василий Чайка без колебаний принял предложение О возвращении в родной район Путь учителя начинал в Головческой школе Позже он отблагодарил это учреждение уникальным способом Создал там музей почты Сегодня краеведение Василий Чайка считает Смыслом своей жизни Василий Васильевич, я так понимаю, что такой активный человек Как вы не может сидеть просто так без дела Поэтому поделитесь своими планами Может уже есть какие-то задумки интересные на перспективу? Задумок очень много Ну, хотелось бы, конечно, поскольку у нас тут Припять, Словечный И вообще на Равлянском районе 23 реки с названиями Хотелось бы особое внимание уделить рыбалке Сделать музей рыбалки отдельно Это у меня такая мечта и план на ближайшее время Мне кажется, забыто и очень интересна будет тема сельского клуба Тоже очень много наработок Вот показать, как в советское время, допустим, отдыхала молодежь А здесь много чего можно показать Это и история кино, которая уже потихоньку забывается Показать, как кинофикация развивала все это Это и библиотеки, масса народу туда шла, читали книги Это и сам клуб, это и музыканты деревенские А у нас во многих деревнях были свои духовые оркестры Кроведение – это очень увлекательное занятие И чем больше ты им занимаешься, тем больше хочется им заниматься Потому что на самом деле, где-то, когда уже ты знаешь Ну, я так понимаю, что я в районе знаю много И о районе, и о людях на районе Я понимаю, что на меня ложится чувство ответственности Что это дело надо продолжать и развивать до конца Мне это все время нравилось и всегда нравится То есть как-то я этот процесс не останавливал И остановить уже не могу Оно идет по накатанной Оно идет, идет, идет Новые темы, новые интересы И дальше, дальше хочется знать больше, больше, больше А потом хочется это еще донести людям Показать, что мы живем в прекрасной стране Нас окружает замечательная природа А какие у нас люди! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова